Спасибо вам большое за представление. В первую очередь я хотел бы поблагодарить организаторов и Светлана Александровна за любезное приглашение и возможность выступить на столь всеобъемлющем конгрессе и такой интересном дне, который посвящен различным аспектам лечения нейробластомы. У меня достаточно сложная задача рассказать о современных аспектах лечения в течение 15 минут, поэтому преимущественно я сделаю акцент на лечении пациентов группы высокого риска. Я не буду останавливаться после внутренних сессий на том, что нейробластома крайне гетерогенна по своему течению. Это предопределяет возможность выделения нескольких групп рисков, как правило, трех, отличающихся разительно по своему прогнозу. И, конечно, наиболее точкой роста является нейробластома группы высокого риска, требующая внедрения новых методов лечения. Поэтому в своем выступлении я, в общем-то, буду делать акцент на тех современных исследованиях, которые бы и завершены, результаты которых бы и представлены в области лечения именно этой группы заболеваний. Возможности различного течения заболеваний, спонтанной регрессии или прогрессирования у пациентов, как правило, старшего возраста, приводят к тому, что нейробластома является моделью рискодаптированной терапии в детской онкологии. При этом большинство центров, разумеется, не все, используют модели немецкой группы по лечению нейробластома, протоколом БЭД-2004 с различными модификациями, которые подразумевают постепенное наращивание интенсивности лечения, достигающие максимума у пациентов группы высокого риска, включающие трансплантационные технологии, различные варианты лучевой терапии, как дистанционной, так и радиотаргетной, и методов иммунотерапии. Кроме этого, я хотел бы обратить внимание, что, наверное, настала остая необходимость перехода на единые стандарты оценки наших пациентов, начиная с оценки факторов риска при визуализации, которые должны, на наш взгляд, рутинно оцениваться при описании данных визуализации у любого пациента с нейробластомой, что, в свою очередь, позволит перейти на, помимо постхирургической системы АНСС, на систему клинической оценки распространенности процесса АНРГСС. Ну и, конечно, я думаю, что это более постепенный переход, но требуется внедрение новой системы оценки ответа по нейробластоме, которая учитывает, помимо известных параметров, также данные о метаболической активности, в частности, по результатам сцентографии с мета-йодбензиогуанидином. Ну, я не буду останавливаться на этих слайдах, хотелось бы просто обратить внимание на то, что корректная оценка факторов риска по визуализации может позволить селектировать пациентов, которым потребуется проведение хирургического вмешательства в специализированных центрах и минимализировать риски, в частности, у пациентов группы низкого риска или наблюдения. Ну и, конечно, для стандартизации и возможности сравнительного анализа результатов исследований, проведенных в различных клиниках и по разным протоколам, требуется внедрение оценки хирургических факторов риска с возможностью разделения пациентов с локализованными формами нейробластомы на пациентов с L1 стадии без факторов риска по визуализации и L2 при наличии хотя бы одного из указанных факторов. Возвращаясь к основной теме своего выступления, а именно нейробластомы группы высокого риска, я хотел бы сказать, что сюда попадает примерно 50% пациентов, и следует отметить, что критерии выделения также достаточно универсальны с точки зрения пациентов с наэчем микеномплификации стадиями 2 и выше, и пациентов в возрасте старше 18 месяцев 4 стадии, но до сих пор не решены вопросы о тактике ведения пациентов с первой стадии нейробластомы на эчемомплификации геномикен, и в частности разные группы относятся к пациентам в группу высокого или промежуточного риска, и вопрос о пациентах в возрасте от 12 до 18 месяцев в 4 стадии нейробластомы, поскольку, по-видимому, молекулярно-генетические факторы, как и в целом при этом заболевания, должны изучаться более углубленно для корректной стратификации между группами промежуточного и высокого риска. Всем хорошо известно, что основной прорыв в повышении показателей бессобытийной общей выживаемости произошел на рубеже 2000-х годов, когда универсально стала использоваться высокодозная химиотерапия с аутологичной трансплантацией, и последнее улучшение, по-видимому, связанное с внедрением иммунотерапевтических подходов. Тем не менее, первичная и вторичная химиорезистентность остаются важными элементами на пути прогресса и повышения показателей выживаемости. Стратегия лечения пациентов группы высокого риска хорошо известна и состоит из фазы индукции консолидации на основе высокодозной химиотерапии с аутологичной трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток и постконсолидационной терапии, которая может отличаться в зависимости от протоколов, но в зарубежных странах включает в настоящее время иммунотерапию пациентов с хорошим ответом на лечение. Основной задачей индукционной фазы является максимальное сокращение массы опухоли с последующим консолидирующим использованием высокодозной химиотерапии и лечением минимальной остаточной болезни. Тем не менее, несмотря на, казалось бы, сформированную концепцию, на деле ситуация оказывается гораздо сложнее. Примерно 20% пациентов имеют первичное рефракторное лечение, и у 35% пациентов в последующем развиваются рецидивы заболевания. Вопрос, если анализировать отдельные фазы лечения, вопрос об индукционной терапии остается открытым, хотя последнее исследование сделало большой шаг к, наверное, унификации этого вопроса. Вы знаете, что начиная с ключевых публикаций и анализа ретроспективных исследований, проведенных еще в начале 90-х годов профессором Ченгом из Мемориального госпиталя в Нью-Йорке, было показано, что интенсификация терапии и, возможно, доза компрессионной режима, которые в настоящее время адаптированы группой Сиапен, могут иметь определенные преимущества перед стандартными трехнедельными интервалами, которые используются в Америке и, например, в Германии, и широко в России. Кроме этого, рядом групп были инкорпорированы новые препараты, в частности, ингибиторы топоизомираза первого типа, такие как топотекан. Однако, если суммировать все результаты достаточно больших различных клинических исследований, становится ясно, что примерно 13-24% пациентов имеют первично резистентное течение заболевания, и, следовательно, по-видимому, классические цитостатические препараты достигли своего максимума и необходимо внедрение новых подходов для преодоления резистентности именно в этой группе пациентов. Важным из последних исследований явилось именно рандомизированное исследование группы Сиапен, которое сравнивало стандартный режим Рэпид Каджек с американским индукционным режимом Н5. Следует отметить, что полная санация метастазов не различалась в двух группах при сопоставимых также показателях двухлетней бессобытийной выживаемости, однако более благоприятной профитоксичности при использовании, казалось бы, более интенсивного режима Рэпид Каджек позволил в настоящее время рассматривать ее, по крайней мере, в Европе как стандарт индукционной терапии. Интересным является то, что достаточно экстенсивный анализ направлен на понимание и попытку выделения пациентов, у которых ответ будет хуже на индукционную терапию, привел только к тому, что у пациентов с наличием делеции 11Q можно говорить о том, что и наличие этого молекулярно-генетического события предопределяет худший ответ на терапию, поэтому четкое выделение первично-резистентных пациентов, по-видимому, представляет значительные трудности. Однако следует отметить, что совершенно очевидным является важность ответа на индукционную терапию перед этапом аутологичной трансплантации, и это влияние на общую и бессобытийную выживаемость, как видно здесь, у пациентов, не достигших частичного ответа, и у пациентов, у которых отмечается прогрессирование заболевания. То, что предстоит узнать, это лучший режим в сравнении в рамках проспективного рандомизированного исследования немецкой индукции N5N6 и режимов Рэпид Каджект. Это возможность инкорпорации у небольшого процента пациентов-ингибиторов АЛК, что в настоящее время уже реализуется в рамках проспективного исследования в Соединенных Штатах. Роль МАБГ-терапии, возможно, на более ранних этапах индукционной терапии. Ну и, конечно, уже несколько групп, включая Госпитаты Святого Иуда в США и, например, группа профессора Лода, показали выполнимость параллельного введения анти-GD2 моноклональных антител с стандартными интенсивными циклами химиотерапии. Пациенты с первичной рефракторной нейробластомой в настоящее время в рамках исследования СИАПН будут включаться в рандомизированные исследования, направленные на сравнение двух режимов консолидирующей терапии, включающей МАБГ-терапию плюс бусульфан-милфалан, в сравнении с высокими дозами ТИАТЭПа, также в сочетании в последующем с вторым этапом высокодозной химиотерапии по схеме бусульфан-милфалан, но это только то исследование, которое в настоящее время будет открыто в европейских странах. Мы не будем подробно останавливаться на локальном контроле, но совершенно очевидно, что он представляется также критически важным для пациентов группы высокого риска. Сегодня будут два доклада Дмитрия Гурамовича и Алексея Владимировича, которые, как раз, будут касаться этих аспектов. Следует только отметить, что существуют различные данные, например, влияние радикальности хирургического лечения на прогноз. В Германии эти результаты не продемонстрируют влияние, напротив, радикальность операции по данным СИАПН показало значимое влияние на общую и бессобытийную выживаемость макроскопически полного удаления опухоли со снижением частоты локальных рецидивов. Хотя речь идет глобально о локальном контроле и абсолютно разных подходах к лучевой терапии, при этом следует отметить, что существует еще большое количество нерешенных вопросов в выборе дозового режима у пациентов, достигших полного ответа, или, напротив, у пациентов, у которых остается макроскопически остаточная опухоль. Но об этом более подробно будет рассказывать Алексей Владимирович. Если переходить к этапу консолидирующей терапии, то вы знаете, что групп традиционно использовал комбинацию карбоплотина и топозиды и мелфолана, называемый режим СЭМ, и различные его модификации. Тем не менее, проспективное исследование СИАПН продемонстрировало, попыталось сравнить режим бусульфан-мелфолан с режимом СЭМ, и было показано, что трехлетняя бессобытийная выживаемость статистически значима была лучше у пациентов, в когорте получавших бусульфан-мелфолан. При этом все виды токсичности, за исключением венокклюзивного поражения печени, были в меньшей степени выражены также при использовании бусульфана-мелфолана, что позволило рассматривать его как стандарт высокодозной химиотерапии в исследованиях СИАПН в Европе. И пилотные исследования и в Соединенных Штатах, и в Германии продемонстрировали выполнимость и приемлемую профитоксичность при использовании бусульфана-мелфолана после других режимов индукционной химиотерапии. Тандемная трансплантация, вы знаете, исследовалась в Соединенных Штатах, и действительно, после индукционной терапии, используемой в рамках детской онкологической группы, было показано, что комбинации театепа циклофосфамида из режима СЭМ приводили к улучшению показателей бессобытийной выживаемости у пациентов с высокого риска, независимо от применения или неприменения в последующем иммунотерапии. Тем не менее, требуются дополнительные исследования, в частности, это будет одним из вопросов в рамках следующего рандомизированного исследования СИАПН. И, как вы видели, вопрос о тандемной трансплантации будет поднят у пациентов с плохим ответом на стандартную индукционную терапию. Ну и, конечно, наиболее интересующий всех вопрос, это вопрос, но, тем не менее, как один из элементов мультимодальной терапии, это вопрос о постконсолидационной терапии. Всем хорошо известно ключевое исследование ЭЛИС-Ю, опубликованное в 2010 году, где было четко показано, что иммунотерапевтический коктейль, который включал не только анти-GD2-моноклональные антитела, но грыноцитарно-макрофагальные колонии стимулирующих факторов и интерэлекин-2 приводило к значимому повышению двухлетней бессобытийной выживаемости у пациентов группы стандартного риска, достигшись частичного и лучше, чем частичного ответа на индукционную терапию. В последующем основным вопросом заключался в оптимальном выборе режима введения моноклональных антител для снижения токсичности, о которой мы сегодня в силу дефицита времени не будем говорить, и о необходимости использования других цитокинов. В частности, недавно опубликованное исследование Сиапен, которое сравнивало стандартные короткие инфузии анти-GD2-моноклональных антител или без интерэлекина-2, убедительно показало отсутствие влияния интерэлекина-2 на результаты лечения. Тем не менее, было показано, что примерно 40% пациентов, которые получали интерэлекин-2, не могли завершить лечение из-за более выраженных побочных эффектов, что повлекло за собой следующее исследование, направленное на понимание роли этого цитокина в усилении противоопухолевой цитатоксической активности анти-GD2-моноклональных антител. Всем хорошо известно, что одним из элементов снижения токсичности является удлинение скорости введения, и 10-дневное введение вместо стандартных 8-часовых инфузий моноклональных антител позволило снизить значительную зависимость от наркотических энергетиков, снизить степень выраженности болевого синдрома, особенно при последующих курсах химиотерапии, и таким образом привело к рандомизированному исследованию СИАПН, в рамках которого продленные 10-дневные инфузии анти-GD2-моноклональных антител, сравниваясь с двух группах получавших и не получавших подкожно-интерэлекин-2 в меньших, чем в предыдущем исследовании, дозах. Тем не менее, опять-таки, не было продемонстрировано никакого значимого повышения бессобытийной общей выживаемости при использовании интерэлекина-2. И что интересно, использование в группе участия пациентов в одной из ветвей рандомизации только анти-GD2-моноклональных антител в виде динутоксимаба-бета позволяло добиться такой уже частоты ответов и примерно сопоставимых показателей выживаемости, как в исследованиях, в которых использовался целый набор других иммуноцитокинов. Таким образом, результаты, которые были представлены на Конгрессе АСКО в этом году, Руфь-Ладенштейн, позволяют рассматривать использование только продленных инфузий динутоксимаба-бета как стандарт медицинской помощи, по крайней мере, в европейских исследованиях. Вопрос о 13-светиноевой кислоте, вы знаете, широко обсуждается, ряд групп отказаясь от ее применения, но тем не менее, и в Соединенных Штатах, и в Европе этот препарат используется. И есть пилотные данные о том, что, по-видимому, достижение определенных концентраций и их поддержание на фоне циклов 13-светиноевой кислоты может оказывать влияние на прогноз заболевания, и в связи с этим это поднимает вопрос о необходимости индивидуального дозирования, особенно у детей раннего возраста. В заключение хотел бы отметить, что здесь освещены основные направления лечения пациентов с нейробластомой, но сегодня много, особенно во время утренних сессий, поднимался вопрос о наличии молекулярно-генетических изменений, о наличии различных биомаркеров, которые могли бы позволить дифференцированно подходить к лечению пациентов группы высокого риска. Ну и я всем рекомендую прочитать обзор, посвященный тому, что такое и возможности выделения пациентов ультравысокой группы риска, опубликованный доктором Моргенстерном в журнальной эпидиатрике «Бладканцер» в прошлом году, где это четко изложено. Ну а вас поблагодарить за внимание. Спасибо. Спасибо, Денис Юрьевич. Есть какие-то вопросы? У меня вопрос. Денис Юрьевич, я впервые для себя услышала термин доза компрессионный режим. Является ли это синонимом дозы уплотненного, дозы на временной интенсивности или это что-то новенькое? Ну, я думаю, возможно, это синоним режимов, которые проводят химиотерапию с интервалом в 10-15 дней. Да, по отношению к стандартной химиотерапии. В общем-то, ну, при многих опухолях, наверное, дермального происхождения, последние результаты вот были представлены на Конгрессе СИОП Европы в Праге, показывают, что, например, при саркоме Юинга, по-видимому, вот такие режимы более плотного введения химиопрепаратов также имеют преимущество перед стандартной индукционной терапией. В данном случае будет интересно сравнить, увидеть результаты исследований СИОПН, где сравниваются принципиально разные концепции лечения пациентов с точки зрения индукционной терапии, достаточно длительная, но интенсивная по кумулятивным дозам индукционная программа в Германии и очень сжатый 90-дневный режим в исследованиях СИОПН. Спасибо огромное. Вопросы? У меня вопрос. В вашем центре имени Дмитрия Рогачева очень развито иммунологическое направление и молекулярно-генетическое направление. Вопрос по поводу тикаров. Никогда не обсуждались тикары в постконсолидацию, допустим, анти-GD2 тикары? Или это еще будущее? Спасибо большое за ваш вопрос, но из-за дефицита времени мы не можем охватить все, скажем так, различные направления для лечения. На самом деле вопрос об использовании карты клеток у пациентов с солидными опухолями гораздо более сложный, чем в онкогематологии. Видимо, в силу наличия микроокружения, видимо, в силу трудностей проникновения иммунокомпетентных клеток непосредственно к опухолевым и, возможно, каких-то ингибирующих эффектов микроокружения, эти исследования широко используются. Есть несколько крупных групп, в частности, в MD Anderson и в Лондоне, которые проводят эти исследования, но пока сказать, что это привело к каким-то значимым клиническим улучшениям, нет. Есть несколько публикаций на эту тему. На каждой конференции по нейробластомии этот вопрос активно обсуждается, но сказать, что это привело к каким-то значимым клиническим улучшениям, кроме ответа у отдельных пациентов, пока трудно, но я думаю, что эта технология очень быстро эволюционирует, и я думаю, что речь будет идти, конечно, о сочетании карты клеточной терапии, возможно, с другими вариантами иммунотерапии, возможно, с классическими, которые могут повысить противоопухолевую активность. Спасибо большое, Денис Юрьевич. Спасибо.